а перед тем как мы начнем друзья разрешите порекомендовать вам компанию станок мигом это фрезерные токарные трубогибочные листогибочные прессы установки лазерной резки отличная команда демократичные цены поставки оборудования и запуске его как говорится под ключ все ссылочки на компанию будут в описании переходите покупайте только качественное оборудование у проверенных поставщиков а мы начинаем я приветствуюсь друзья это канал веселый инженер меня зовут андрей и сегодняшнее видео будет называться как изготовить рейку на современном фрезерном станке чпу именно мы посмотрим сам чертеж саму деталь какие будут исходные данные как изготавливается такие рейки в на старом оборудовании и что дает какие преимущества станок чпу все будет и видео и тексты и все будет интересно итак давайте начнем с того детали рейка который мы будем обрабатывать как она выглядит вот так она выглядит три профиля нам нужно будет прорезать это этом детали поршень рейка называется что здесь такое что может нам создать проблемы угол 25 плюс минус один градус но в принципе да здесь 115 и 5 плюс минус одна десятка то есть от базовой плоскости до размера так и по роликам да такой размер задан ну тоже могут быть вопросы если какие то есть перекосы если ненадежное приспособление то могут быть ира и проблемы по этому размеру шаг плюс-минус пять соток на старом оборудовании выдерживать достаточно непросто потому что из люфты и так далее на современных станках это делать проще перпендикулярность она же я так подразумевают типа направления направления зубы то есть перпендикулярность вот этой вот и делительной линии на поверхности b и вот этой вот отверстию в то есть относительно их они должны быть строго перпендикулярны это тоже может нам создать проблемы если не жесткие приспособления на станке но самое что сложное но я считаю самое одно еще сложного это что центральный вот этот вот профиль а зуба до центральный профиль зуба смещен вверх на семь соток тире одну десятую то есть вам надо делать вы набираете глубину на станке примеру да и планируете сделать все три профиля но вы не можете эти впадины профрезеровать потому что вам на центральную надо делать выше до 7 соток и это может быть настоящие геморрой ребята я вам скажу так но если использовать современное оборудование то этого можно легко избежать рейка сама как она выглядит так сказать в натуре в металле да вот так выглядит заготовка видите уже все проточено прошлифованы базовой поверхности и остается только нарезать вот этот вот зуб на самой реки какие у нас будут исходные данные то есть материал детали сталь 25 хгт твердость 149 217 это такая нормализация средненькая заготовка паковка в принципе можно презеровать как обычно происходит фрезерование реки давайте рассмотрим как так сказать старый вариант до фрезерования как это все происходит вот так устанавливается рейка в тиски в ручном конечно режиме зажимается набирается определенная глубина чтобы фрезеровать и запускается сам процесс фрезерования впоследствии когда вы профрезеровали полностью зуб да то есть на всю его длину на всю ширину рейки вы смещаете фрезу на размер шага да и делаете следующий зуб или следующую впадину фрезеруете режущим инструментом обратите внимание какой вылет большой из-за этого получается что теряется из-за этого жесткость давайте посмотрим что нам предложила компания хабрама встречайте хабрама zfm compact 2200 страна производитель германия фирма изготовитель модели хабрама zfm compact 2200 вес танка 18 тонн конструкция достаточно массивная метод нарезания зуба копирования используемый инструмент дисковая модульная фреза класс точности а а почему такой класс точности потому что метод копирования я уверен что вы знаете он подразумевает полное копирование получаемой поверхности самого инструмента если деталь будет имеется в деталь вернее режущий инструмент вот иметь какие-то отклонения они все будут переноситься на детали получить что-то качественное нам не получится даже на таком супер оборудование стойкость фрезы до переточки 200 250 детали что тоже хорошо вождение сош приспособление для детали 5 штук одновременно ставлюся на станок мы сейчас это видим видеоролики зажим гидравлический время обработки всего лишь три минуты грубо говоря по одной минуте на впадину итак друзья давайте посмотрим как работа фрезерного станка хабрама zfm compact 2200 происходит вживую и так проект обработка детали поршень рейка который мы видели на зубо-фрезерном станке чпу выполнено проектирование изготовления приспособлений все полностью оснащено разработаны программы издано все покупателю без проблем что удалось еще добиться это время обработки детали по старой технологии было 12 минут а по новой всего лишь три в четыре раза производительность была улучшена то есть у нас сам чертеж реки вот речь когда сама ведь я прошлифована все профрезеровано готова к дальнейшей обработке вот этот мастодонт станок синумерик на система управления видите к обильное охлаждение вот здесь обратите внимание 5 приспособлений видите базируется деталь автоматический зажим потом происходит с помощью гидравлики что здесь можно еще обратить внимание вот сама наша дисковая модульная фреза стоит а вот сколько у нас тут пять сопла вот эти которые подают сош непосредственно в саму зону резания и чтобы усилить да сделать более жесткую конструкцию на сделано как поддерживающая серьга ее называют производства тата серьга позволяет так сказать сократить вот это плечо на котором установлена модульная фреза и тем самым усилить жесткость и повысить качество финишного продукта вот как происходит фрезерование видите обильно обильная сош до приза только подается прорезается зубчатый венец видите вот такой получился следующая подъезжает и вот так вот постепенно и постепенно происходит полная обработка данных детали вот такая получается деталь к этом все друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки если было не интересно пишите комментарии обязательно мне очень интересно ваше мнение в каком формате продолжать данную рубрику не забывайте подписываться пока пока